Доброе утро, мои любимые солнышки! Сегодня я засниму вам небольшое видео про своих любимых рыбок. Так, вот моя лоли толстенькая. Это у меня петушки. Ой, когда мы их покупали, мы не знали, насколько они агрессивные, что они друг с другом не уживаются, поэтому сделали им вот такую вот разделительную дощечку в аквариуме. Поставили, чтобы они жили у нас отдельно. Видите, какие толстые, здоровые. Я их очень хорошо кормлю. Чем кормлю? Я кормлю им натуральным мясом, мелко-мелко рубленой индейки, либо свининки, либо говядины, прям мелко-мелко рубленой, либо курочки. То есть, получается, курочку в филе беру и совсем-совсем немножко, вот, мелкими кусочками им нарезаю. Так, чтобы они за раз вот съели. Видите, какие огромные. Прям здоровые. Здесь вот у меня мой феникс. Вот здесь сидит красненький. Они, кстати, поддаются, чтобы их гладили. Вот смотрите, видите? Вообще не боится. Вон, пальчиком влаживаю. Фенюшка, фень. Ну, сладкий, смотрите. О, спит на водорослях. Сами рыбы очень красивые, очень умные. Но они, вот они, хищники считаются. Тоже толстый, наелся всего. Сейчас вам покажу. Вот он, красавец мой, феникс. Отсвечивает немножко, да. Какая у меня, значит, проблема возникла с водой? Они начали терять свои хвосты. У них начали... Видите, у золотушки тоже хвостик как будто немножко порванный. Сами такие крупные, толстенькие. Что-то начало происходить с хвостами. А оказалось-то из-за воды. То ли плавниковая гниль, то ли вот еще какая-то бактериальная инфекция. Я стала в аквариум добавлять водичку, разбавленную с 3% перекисью водорода. И хвостики у них начали отрастать. Потому что питание хорошее. Кормлю их не только вот мясом, но еще и сухим кормом и мелким мотылем. Мелкие мотыли, это вы знаете, такие мелкие замороженные червячки. Стоят в зоомагазинах 250 рублей. Такие брикеты. Их хватает на месяца 3-4. Вот. И вот как только я стала добавлять, получается, в аквариум вот эту вот перекись водорода, да, разбавленную с водой, микрофлора в аквариуме стала лучше. То есть вот эта зелень, зеленый налет, который на домике там везде, он стал уменьшаться. Вот, видите, смотрите, за ними наблюдать так интересно. Он танцует, танцует, строит гнездо, и самочку зовет к себе. Вот это мой любимый тоже самец. Он очень добрый, золотой. Вот, а красненький в отдельной баночке сидит. Вот, видите, оп-оп, и поехал туда. А там гнездо у него. Вот они, когда такое гнездо из пузырьков строят, это они готовы к потомству. Ну, воля у меня вредная, поэтому она ни с кем потомство у меня не строит. Уже, скорее всего, не построит. Вот, еще фениксом покажу. Поэтому с водой, конечно, вот такие у нас проблемы. Вода у них должна быть прозрачная, красивая, отстойная. Вот. И без вот этих вот бактерий лишних. Поэтому, конечно, лучше туда добавлять. Вот, видите, как танцует, танцует, танцует. Лучше туда добавлять обязательно вот эту вот перекись водорода, чтобы эти лишние бактерии, они уходили. Ты же мой красавец. Смотрите, как. Какой красивый хвостик. Ну, вот немножко вам рассказала про свой аквариум. Интерьер я делаю сама. Аквариум. Подбирайте водоросли. Вот, ракушки, камешки. И если все правильно делать и следить, то водичка всегда будет вот такая чистая, отстойная. Не будет никакого налета. Ну, все. Всех люблю, мои солнышки. До встречи. Еще вам расскажу про своих рыбок. Следующее видео сниму, как я их буду кормить с руки. Вот, своим кормом. Посмотрите, как они его хватают. Смотрите, как они его хватают.